8 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась 14-я торжественная церемония вручения премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше». Мероприятие проходит в дни еврейского праздника света Хануки. На церемонии отмечают людей, которые внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны. Открыл мероприятие главный раввин России Раф Берл Лазар. В этом году премию вручили в 11 номинациях. Среди которых благотворительность, региональный руководитель, общинная жизнь, культурное событие года, кинематография. Вся идея Хануки – это свет вовне. То есть мы не должны удовлетворяться тем, что светло у нас дома, мы не должны удовлетворяться тем, что светло у нас в душе. Мы должны сделать так, чтобы от этого стало светлее вокруг. И, собственно, Ханук – это вот такой праздник наружу. Поэтому премия, которая чествует людей, принесших по большей части вклад в не только внутриобщинную жизнь, но и в общем жизнь страны, в жизнь общества – это своего рода свет во тьме. То есть люди, которые сочли долгом своей жизни, миссией своей жизни светить окружающим. Федерация еврейских общин России вручает премию «Скрипач на крыше» уже в 14-й раз. И примечательно, что в этом году в номинации «Благотворительность» победили сразу два представителя горско-еврейской общины. Это год Ниссанов и Зарах Ильев. Известные горско-еврейские предприниматели, меценаты и филантропы получили главную награду – статуэтку «Скрипача на крыше» за поддержку еврейских образовательных проектов в Москве. Премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше» за 5775 год. В номинации «Благотворительность» за поддержку еврейских образовательных проектов в Москве награждаются предприниматели гос. Семенович Ниссанов и Зарах Ильев Сеонович Ильев. Мы должны были, наверное, учать эту премию Год Семеновичу и Зарах Ильеву Сеоновичу вообще каждый год. Потому что они в этом году не сделали то, что они не делали в прошлом году. И в прошлом году не сделали то, что делали до этого. Есть люди, которые зарабатывают деньги, чтобы жить лучше, чтобы у них было, наверное, красивее дома, больше возможностей. Но есть люди, которые зарабатывают деньги для того, чтобы помогать другим людям, чтобы у других было лучше дома, лучше в школе, лучше в благотворительном центре. И много-много проектов, которые происходят в Федерации «Скрипач на крыше». Это образовательные проекты, общинные проекты, благотворительные проекты. Они построены на благотворительности Год Семеновича и его партнера. И от лица всех детей, всех молодых семей, от лица пожилых людей, которые связаны темным образом с еврейской общиной Москвы не только, от лица горской еврейской общины, которые видят вас настоящим видео, и настоящей руководитель горской еврейской общины России, от лица всей еврейской общины России. Огромное вам спасибо и дай Бог вам много благословений, здоровья, удачи, заработки, благополучия всем вашим родным и близким. Спасибо большое. Для меня большая честь находиться здесь. О благотворительности много не говорят, а много делают. Я хочу поздравить всех со светлым праздником, пожелать вам мир и добра и мирного неба над головой. Спасибо большое. Среди лауреатов и обладателей статуэтки режиссер фильма «Битва за Севастополь» Сергей Макрицкий, заслуженный учитель Российской Федерации Григорий Липман, президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, основатель и главный редактор издательства «ДААД», узник Сиона Иосиф Бегум. Сейчас мы можем, так сказать, во-первых, гордиться той борьбой, которую мы вели, потому что она, как говорится, привела к каким-то результатам. И второе, что сейчас русское еврейство, оно в новой России, оно имеет все условия для национальной жизни, и в этом смысле наша борьба не была напрасна. Сейчас есть еврейские школы, как вы знаете, есть все еврейское, каждый, кто желает быть религиозным евреем, нерелигиозным евреем, репатриироваться в Израиле или жить в России, он может это сделать. Мы сейчас, евреи, живут свободно, как евреи всех других свободных стран мира. Одну из самых главных номинаций «Человек-легенда» получил знаменитый мультипликатор Гарри Бардин. Анимационные ленты Бардина всегда несут немного больше смысла, чем обычные мультфильмы для детей. В них обязательно присутствует философский или социальный подтекст. Получать награды лучше, чем ушибы от судьбы. Мне, конечно, приятно. Приятно, что оценила это еврейская община, потому что я еврей, и не то, что горжусь этим, но просто я причастен к этому. И поэтому то, что мои собратья меня сегодня так высоко оценили, но я еще не привык чувствовать себя легендой. Статуэтка «Скрипач на крыше» символизирует собой силу духа и стойкость от всех жизненных невзгод и обстоятельств. Ее обладателями уже являются народный артист СССР Иосиф Кобзон, режиссер Петр Тодоровский, композитор Оскар Фельдман, детский врач Леонид Рошаль, бизнесмен Роман Абрамович и многие другие. «Скрипач на крыше» – наша история. Я вообще в восторге, потому что уже несколько дней я участвую в мероприятиях, и каждый лучше и больше, чем другой. Я восхищен, я желаю этой общине много хороших ханук, и просто рад очень, что существует такое общество еврейское, что можно так праздновать. И это чудо в моих глазах, и желаю самого наилучего. Кроме вручения наград, на церемонии выступили известные артисты. Они исполнили хиты советского периода, написанные композиторами-евреями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова